Вечером 8 мая, согласно многолетней традиции, по улице Карла Маркса с факелами в руках прошли жители Острогожска. Тем самым в канун праздника Победы почитается память тех, кто пал на полях сражений Великой Отечественной, приближая светлую дату 9 мая 1945 года. Война смертный бой, с фашистской силой темною, с проклятною орлой. Пусть ярость благородная, всыпает, как вологи идет. Война народная, священная война. Когда факельное шествие достигло вечного огня, Острогожск уже покрыли сумерки. Глава администрации района Сергей Хорошилов, исполняющий обязанности мэра Александра Колесников и другие участники мероприятия, возложили венки к братской могиле, а благочины Острогожского церковного округа протеерий Георгий Веретейников отслужил молебен попавшим и обратился к присутствующим с пастерским словом. Святая Церковь всегда молилась о упокоении воинов. Так установлена Дмитриевская родительская поминальная суббота, которую князь Дмитрий Донской повелел усыновить в честь погибших на Куликовом поле. Подобным днем является и 9 мая, когда все православные храмы, совершая божественную литургию, возносят молитвы о упокоении воинов за веру и Отечество, животное и жизнь свое отдавших. Поскольку в этом году 9 мая пришлось на православную пасхальную неделю, отец Георгий поздравил христиан с их главным праздником. С праздником всех вас! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Спасибо, Господи! В сражениях за Острогорский район погибли тысячи наших соотечественников, но именно здесь, на Дону, был перевернут весь вектор Второй мировой войны. В результате Острогорско-Рассашанской, Воронежско-Косторской операции и предшествовавшей им операции «Малый Сатурн» силы вермахта понесли 123 тысячи безвозвратных человеческих потерь. Красной армии на территории области удалось сломить сопротивление войск едва ли не половины Европы – немцев, венгров, румын, хорватов, итальянцев. Память советских героев, павших в борьбе с гитлеровцами, почтили минутой молчания. А 9 мая в 11 часов утра пришло время радоваться победе. Колонна демонстрантов, следовавшая к тому же Вечному огню, остановилась у мемориальной доски на стене первой школы. Здесь когда-то были казнены коммунисты, не склонившиеся перед оккупационной армией. Далее венки возложили колеи героев Советского Союза в городском парке, почтили память и тех ветеранов, что умерли уже после окончания войны и похоронены на городском кладбище. К братской же могиле, при которой горит вечный огонь, демонстранты подошли уже с праздничным настроением. Перед собравшимися с трибуны выступил глава администрации района Сергей Хорошилов. Уважаемые земляки, гости нашего города, дорогие ветераны, дружники тыла, день победы, который мы отмечаем 9 мая, по-настоящему великий и самый дорогой для граждан нашего Отечества праздник. Это священная дата в российской истории. Жесточайшая война 20 века унесла десятки миллионов жизней. Горечь утрат коснулась практически каждой семьи. И вместе с тем эта война показала всему миру величайшее мужество, героизм, силу духа нашего народа, сплотив людей на фронте и в тылу. Исполняющий обязанности главы администрации города Александр Колесников также сказал свое слово. Уважаемые ветераны, оставайтесь как можно дольше в строю, потому что вы нужны, вы нужны нам, поколению послевоенного, вы нужны нашему молодому поколению, оно у нас прекрасно, только им надо с кого-то брать пример, у кого-то учиться мужеству, самопожертвованию. Обратился к присутствующим и депутат Воронежской областной думы Николай Гапоненко. Для строотцев это особый день, это память и история нашего города, это память о тех, кто остался на полях сражений, кто умер от ран, кто ушел в нас уже в мирное время, честно исполнил свой трудовой и человеческий подвиг, а также перед теми, кто сегодня с нами, как живой пример героизма русского солдата, чтобы на примере героев учиться различать человеческие ценности, учиться любить свою роль так, как любили они. По завершении торжественных речей состоялся парад юноармейских отрядов, который мы сейчас и предлагаем вашему вниманию. «Мирно! Торжественному маршу! Поотрядно! Дистанция 20 метров! Первый отряд прямо! Остали на месте! Шагом! Марш!» День победы, как он был от нас далек, как в костре по душам таял уголек. «Были версты, обгорелые в пыли, Этот день мы приближали, как могли, Этот день победы, Пороха пропах, Это праздник с сединою на висках, Это радость со слезами на глазах, День победы, день победы, день победы! И ночи у Мартеновских мечей Не смыкала наша Родина ночей, И ночи битву трудную вели, Этот день мы приближали, как могли, Этот день победы, этот день победы, Пороха пропах, Это праздник с сединою на висках, Как эта радость со слезами на глазах, День победы, день победы, день победы! Здравствуй, мама! Возвратились мы не все, Босиком бы пробежаться по росе, Пол Европы, прошагали пол земли, Этот день мы приближали, как могли, Этот день победы, Порохом пропах, Это праздник с сединою на висках, Это радость со слезами на глазах, День победы, день победы, день победы, День победы, день победы, Этот день победы, Порохом пропах, Это праздник с сединою на висках, Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Завершился митинг, посвященный 68-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходом военного оркестра учебной части. И мы завершаем наш сюжет. День Победы День Победы День Победы День Победы День Победы